Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. И угадайте, что это у меня здесь? А это пришел счет за квартиру после повышения цен на коммунальные услуги, на отопление, на электричество. Ну а здесь у меня электричества нет, то есть мы за него платим отдельно. Здесь у меня просто счет за коммунальные услуги. У нас целый месяц было включено отопление. Ну как включено? Примерно батареи были, наверное, холоднее даже парного молока, но практически полухолодные. Может быть какие-то дни было так, что автоматически оно включалось потеплее, но в целом отопление практически не было заметно по батареям, потому что дома и так было жарко. У нас дома было 25 градусов, это просто адское пекло, но из-за того, что угловым квартирам холодно, а у нас в одной угловой квартире живет женщина после инсульта, другая угловая квартира. У нас маленький дом, всего там 18 квартир, два подъезда и вот в другой квартире тоже угловой. Там маленький ребенок, Левина подружка как раз живет, ровесница, практически ровесница, да, ему. Им было холодно, поэтому было принято решение включить затопление. И да, за отопление сейчас, если в прошлом месяце без отопления я заплатила за квартиру 120 евро, вот последняя оплата, то в этот раз счет пришел 207 евро и 41 цент. Вот так вот. Так что думаю, зимой у нас, ну, будет, наверное, 500 евро, я думаю, вместе с электричеством. Здесь электричества нет, как я уже сказала, я вам ставлю вот здесь вот кусочек, можете посмотреть, сколько за электричество. То есть сейчас общий счет составляет почти 400 евро, а зимой, думаю, что будет даже больше 500. Так что буду плакать на камеру, жаловаться, если, конечно, не выгонят нас из квартиры, потому что мы не сможем платить счета. Это наша квартира, на ней нет кредита, ничего, то есть она просто в собственности находится. Ну, если ты не платишь коммунальные услуги, то тебя просто выселят. Это, наверное, как и в любой стране примерно. Так что смешного, конечно, мало. И многие девочки, кто проживает тоже в Европе, пишут о том, что тяжело стало. И в Германии тяжело, и в других странах тяжело. И девочки из Украины мне пишут, да вы все отдадите машину, будете тысячу евро за квартиру платить, лишь бы у вас не было войны там и так далее. Я, знаете, все прекрасно понимаю, и у меня аудитория 16% это девушки из Украины, проживающие в Украине. И со многими у меня очень хорошие отношения, но когда мне пишут вот такие вот комментарии, что типа, ну, не страдайте тут, у вас нет войны, я согласна, я вообще не сравниваю наши проблемы. Но я могу сказать, что Эстония, по-моему, достаточно тоже делает для беженцев, которые сюда приехали. И все, что эта маленькая страна может, да, она делает. Она для своих граждан так, как бы не старается, как она старается для тех, кто прибыл из Украины. Я вообще ничего против не имею, потому что я сама, когда сюда только начали в марте приезжать, и даже в мой город, я сама собирала баулы вещей, которые я отдавала. Мы помогли двум семьям, тоже я уже говорила, найти квартиры, потому что никто их не хотел сдавать из-за того, что, ну, просто нет доверия, боятся, что потом люди там, ну, то есть, если что, не сможет и выселить никуда их. И мы под собственную ответственность Жене ручались за то, что эти люди хорошие, хотя, честно, мы не знали этих людей, но просто так немножко пообщавшись, понятно было, что люди нормальные, они действительно оказались нормальными, но они тоже не смогли платить за квартиру. Просто не хватает денег заплатить за электричество, за отопление. И кто-то уехал в Польшу, кто-то еще куда-то. Поэтому не надо мне говорить о том, что, там, мы бы тысячу евро платили за квартиру. Паши же люди, которые приехали из Украины, они не могут платить. Вот и все. Так что грядут очень тяжелые времена, да, к сожалению. Не знаю, что делать. Мне уже, честно, вообще даже не смешно. Это все шутки шутками, но то, что сейчас происходит здесь, это, конечно, имеет свои последствия и будет очень тяжело. Людям будет очень тяжело выживать. У нас так, конечно, пишут, что у нас средняя зарплата 1654 евро, по-моему, где-то так было. Но вы же понимаете, да, что это как средняя температура по больнице. То есть кто-то у нас получает 700 евро, кто-то у нас получает не выше минималки, это 654 евро. Если нужно будет 300-400 евро отдать за квартиру, что-то заплатить за лекарства, ну, нужно еще как-то одеться, да ладно, пускай есть разные секонд-хенды. Ну, блин, на эти деньги просто не прожить. Так что вот. И, ну да, буду, в общем, держать вас в курсе. Пока, конечно, хочется сказать, что перестаньте мне слать счета за коммунальные услуги. Мне это неприятно, ну, реально, потому что я следующий месяц жду содроганием. Не знаю, что там будет, но тоже вам обязательно расскажу. Так, и хотела вам показать чудо-тряпку, которую я купила в магазине за 99 центов. Не знаю, вот такая вот фирма. Посмотрите, как я оттерла ей монитор. Вот эти вот мониторы у iMac, они очень-очень капризные. Там буквально пальцем тронешь, и сразу какие-то отпечатки появляются. И обычно я протирала там, знаете, специальные такие тряпочки есть для того, чтобы монитор протирать. Но разводы у меня оставались. Вот увидела тряпку, там, по-моему, что-то было, типа того написано, что она для стекол, для окон. И я решила вот ей протереть монитор. Посмотрите, просто идеально чистый. Он как зеркало. В него можно реально смотреться вот как в зеркало. Руку мою видно. Короче, классная тряпка. Не знаю, вот такая вот фирма. Обязательно потом куплю еще. Купила в обычном магазине, типа продуктового. Ну, и там химия для дома, и все остальное. Типа маркета какого-то. И, кстати, я зеркала ей протерла, и окна протерла. И вот везде вот такая вот чистота от нее. У нее материал, знаете, она как будто замшевая. Может быть, конечно, можно любую другую замшевую тряпку использовать. Ей нужно пользоваться обязательно мокрой, потому что когда ее, ну, она становится мокрой, она пену. И вот я тоже зеркало это большое протерла. Там тоже были всякие, знаете, эти отпечатки пальцев. Ну, вообще, просто оно было заляпано. Пыль на него тоже садится. Классная тряпка. И есть у меня еще шкаф-ветрина. Очень я хотела именно со стеклом. Ну, тоже, знаете, работки прибавляет. Но с этой тряпкой мне вообще ничего не страшно. Все просто, ну, вот просто идеально чистое. Прям, не знаю, находка века какая-то. Так, и в преддверии распродажи на Алиэкспресс она уже, кстати, идет с 1 ноября. И будет, по-моему, до 12-го числа. Это самая длительная распродажа за всю историю Алиэкспресс. Хотела вам показать вот этот фен, потому что на него будет скидка. Я укажу, сколько он стоил и сколько будет стоить. Ну, и эту информацию оставлю снизу. И что бы вы мне ни говорили, там в Инстаграм мне писали, вы можете там что-то от души посоветовать. Я вам хочу сказать, что этот фен, ну, действительно достоин вашего внимания, потому что он сделан супер качественно. И я уже говорила, что мне не платят за это деньги. Мне просто прислали фен на обзор, и я этого никогда не скрываю. Он сделан как Дайсон. Дайсон у меня никогда не было, но обзоров я смотрела очень много. Вот здесь есть такая насадка, которая магнитится. Очень плотно и хорошо. И здесь есть несколько режимов. Три и вот этот, как бы сказать, в общем, здесь вот это место. Здесь стоят какие-то, наверное, светодиоды или что-то такое. Оно принимает цвет температурного режима, который вы используете. То есть, если вы используете холодный воздух, здесь будет голубой цвет. Если теплый воздух, то оранжевый, и если горячий, то красный цвет. Он сушит просто прекрасно и очень-очень быстро. Он достаточно мощный и очень-очень легкий. Когда мастер приходила, мы делали мне эту челку-шторку. Она потом сушила меня этим феном. У нее очень большой опыт. Она, наверное, лет 15 работает, мне кажется, парикмахером. Она мне сказала, что этот фен просто отличный. Поэтому это не только мое мнение. Вот, действительно, им очень удобно работать. Здесь вот только одна вот такая вот насадка. Но мне, в принципе, только такая и нужна. Потому что остальные у меня есть. У меня есть немножко другой еще фен, который вот прям, типа, копия Dyson. Но такая очень, такая, знаете, просто как обычный фен. Такого же цвета, как Dyson. Вот, так что обязательно к нему присмотритесь, если искали себе хороший, качественный фен и по приемлемой цене. Мне очень понравился. Прям красивый, просто красавчик. Это, знаете, как айфон в мире фенов. Такой лаконичный дизайн. Я обожаю такие однотонные вещи. Ну, там максимум несколько цветов, что смотрится, правда, супер. И, кстати, да, я еще забыла сказать насчет того, насколько шумно он работает. Вообще заявлено, что, ну, там даже на картинках показано, что он не разбудит ребенка. На самом деле, если вы по духам у ребенка не сушите, он действительно не разбудит. Но я бы не сказала, что он прям супер-супер тихий. Я обязательно включу, вы сможете послушать звук. Я сушила волосы в другой комнате, у меня лев не проснулся. Днем я как-то укладывала его и сама мыла голову. Поэтому, в принципе, если вы в другой комнате это делаете, то действительно не разбудит. У меня даже кошки его не боятся, в отличие от всех других вещей, от пылесоса, от другого фена, который у меня есть. Так что шум у него достаточно такой не сильный, но и не очень слабый. Как бы, чтобы он совсем прям тихо работал. Нет, такого нет. И что я могу еще вам посоветовать, посмотреть там в период распродаж. Не знаю точно, будут скидки или нет. Но, если что, у меня есть моя группа в телеграм-канале. Там 4 тысячи человек. И туда я, конечно, ссылки и покупки свои выкладываю гораздо чаще. Там вы можете посмотреть. Я ссылку снизу оставлю. Вот такие вот супер-крутые вешалки, которые я люблю уже который год. У меня их 4. Они тоже сделаны, знаете, типа из гипса. Здесь еще вот такая вот у меня вешалка в виде носорога. Вот. И на них висят шляпы. Здесь еще одна шляпа тоже с Алиэкспресс висит. Здесь у меня вот такая лошадка. И жирафик, у которого откололось, к сожалению, ухо, когда мы переносили их с одной комнаты. В другую он упал. Ну, ничего страшного. Свою функциональность он никак не потерял. На него по-прежнему можно вешать все, что угодно. Шляпу, да, я тоже заказывала на Алиэкспресс. Да, у меня таких было несколько шляп. Но девочки и знакомые, которые видели у меня их, просили их себе. Поэтому я их дарила. И вот себе заказала еще одну шляпу, потому что она мне очень-очень нравится. Вот. Так что заходите в мою группу. Там вот в преддверии 11 числа я много чего выкладывала. Может быть, что-то найдете для себя. Там есть и техника, которую мы покупали. И также разные органайзеры, одежда. В общем, заходите. Так, и еще кое-что с Алиэкспресс тоже могу порекомендовать. Пока еще успеете заказать до того, чтобы пришло к Новому году. Ну, или там в середине декабря. Пришло мне несколько елочных игрушек уже. Вот. Очень-очень я ждала вот такой вот барабан красивый. И все игрушки мне там на самом деле понравились. Но я взяла себе пока только барабан. И сейчас вот как раз 11. 11. Ну, по-моему, нет на них скидки. Я закажу другие игрушки. Там еще машинка с елкой была. Очень красивая. И, конечно, это вот просто мой фаворит. Такая тяжелая елочная игрушка. Ежик лежит на веночке. Там были еще другие животные. Медведи были, по-моему. Лось еще был или олень. И был такой светлый, по-моему, ежик. И печеньки. Эти, знаете, пряня. Не печеньки, а пряня, по-моему, называется. Сзади она выглядит вот так. То есть не какая-то там плоскость непонятная. А именно тут ежиковая жопка красивая. Вот это просто потрясающие игрушки. И я обязательно закажу. Но если не всю серию, конечно. Там, по-моему, в общей сложности 4-5 евро получается одна такая игрушка. Но парочку обязательно возьму. Потому что они просто, блин, вот опять я только накрасила ногти. Начала снимать, уже себе содрала. Поэтому очень-очень вам рекомендую. Сделано просто идеально. Очень красивая игрушка. Ежик прелестный. И, конечно, вот такие вот суперкрутые коврики. Мои любимые в скандинавском стиле, которые я тоже заказывала на Алиэкспресс. Даже, по-моему, у одного и того же продавца. Но ссылка на все это есть в моей группе тоже. Коврики я выкладывала. Просто супер вещь. Очень-очень качественная. Уже неоднократно постиранный. Вот это я как раз вытащила. Есть у меня такой органайзер специальный, где я храню там пледы. Вот такие коврики. Вот он как раз после стирки. Нигде цвет не потерял. Все как было, так и осталось. У меня где-то еще есть четвертый. Я вот самый первый, который покупала. Вот. Ну, вот три. Как раз вот здесь рядом в комнате лежали. Так что, девчонки, обратите внимание вот на такие вещи. Потому что, ну, качество действительно у них супер. Цена была недорогая. Здесь вон этот размер вообще большой. Достаточно такой коврик. Так что всем рекомендую. Пока не забыла, хочу вам посоветовать несколько косметических средств. Из недавно приобретенных мною вот эти два средства для волос. Я думаю, все эту марку знают. Я покупала специально для Жени, потому что у него такая стрижка сделана уже много лет, которая требует укладки. Но все осложняется тем, что у него очень густые, очень тяжелые волосы. Поэтому мы всегда находимся в поиске чего-то очень такого сильной фиксации. Потому что волосы распадаются. И решила попробовать я вот такие два средства. Заказала их. Очень понравились. Потому что действительно фиксируют они просто намертво. Но, тем не менее, они делают волосы какими-то непонятными, искусственными, непохожими на волосы. Это типа суперклея. И у него такая текстура действительно как суперклей. Я теперь сама укладываю эту дурацкую челку, которую сделала. И это спрей такой тоже. Medium Hold Spray Gel. Я вообще первый раз такое вижу. Именно спрей-гель. И действительно у него тоже нереально сильная фиксация. Ну, вообще это для мужчин. Но мне теперь приходится пользоваться самой именно тогда, когда я хочу уложить челку. И чтобы она никуда не убегала у меня с того места, куда я решила ее, в общем, прикрепить. Так что обязательно обратите внимание на эту марку. Очень мне понравилось. И плюс здесь, посмотрите, какие большие объемы. 100 миллилитров и 250 миллилитров хватит надолго. Обязательно, когда они закончатся, купим еще. Потому что, ну, понравилось. И также хотела вам показать. Это тоже мое недавнее открытие. Это Идеалиста от Белита. Вот женщина, которая у нас возит белорусскую косметику. У нее там не все купили. Она выставляла, кстати, я так удачно посылку открыла. Она выставляла вот, что у нее осталось. И вот на этот тональный крем были такие хорошие отзывы. И вообще такое описание. Решила я его тоже приобрести, попробовать. И очень-очень мне понравился он. Действительно, у него такое покрытие, что даже тоже не нужно ни консилеров, ни корректоров. Потому что он, знаете, достаточно такой плотный, но не выглядит, как маска на лице. У него есть SPF 15. Вот, ну, в принципе, сейчас больше и не надо. И что здесь? Ну, вот такой состав. Вообще, белорусская косметика, конечно, очень радует меня. И часто я покупаю и карандаши свои любимые, и вот тени, которые, как они называются? Люкс-визаж матовый просто обожаю. Вот здесь внутри, то есть у нее такой носик. Так, вот. И сейчас вот я им пользуюсь. Смотрите, цвет у него такой, знаете, больше для оливковой кожи подходит, с теплым оттенком. Вот, отличная вещь. Так что, если есть у вас возможность, присмотритесь. И еще в прошлом видео девочки меня просили посоветовать мягкий такой карандаш, у которого есть спонжик-резинка на конце. Кстати, не знаю почему, но сразу несколько девочек в прошлом видео меня попросили. А я как раз до этого покупала себе вот такой вот карандаш от Гош, потому что мне нужен был черный карандаш. Это Гош Пролайнер, то есть вы не сможете его использовать как каял. То есть на слизистую он никак вообще не ложится. Но вы отлично сможете его использовать для того, чтобы рисовать стрелки и растушевывать их. Он отлично держится. Ну, здесь написано 24 часа. Никогда столько косметику не носила. Но то время, пока мне нужно, он действительно держится. Очень хороший мягкий карандаш. И вот могу его порекомендовать. И сейчас села обедать и думаю, дай-ка запишу видео. Женя вчера приготовил булгур с овощами и куриным филе. Я ходила в магазин, увидела и купила, потому что я очень люблю всю кухню, которая связана именно с крупами. Плов, булгур, жемчужная перловка. Получилось просто очень-очень вкусно. У нас были разные специи, приправы. И мы сюда добавили шафран, который мы купили. Там я не помню сколько, полтора грамма буквально. Но совсем мало. Просто вот даже не могу, наверное, меньше чайной ложки. Он стоит очень дорого, 3 евро. И мы сюда добавили. Очень вкусно получилось. Я обязательно снизу ставлю рецепт, как мы готовили. Но это, в принципе, достаточно просто все делается. И блюдо получается очень сытное. И у меня тут совсем немножко, но этого мне точно хватит. Я даже, скорее всего, не доем. Сочетание с овощами и вот с этими специями получилось просто божественное. Очень всем рекомендую попробовать, если вы еще не пробовали. И если где-то найдете жемчужную перловку, то тоже рекомендую что-нибудь с ней приготовить.